Главная цель – оценить выполнение ранее данных поручений по благоустройству этой части города. Работы здесь идут постоянно, в том числе и по улучшению социальной инфраструктуры. Так, буквально на прошлой неделе для жителей Светланы на Курортном проспекте заработала новая поликлиника, обустроенная по поручению главы города в рекордно короткие сроки. Теперь не надо выезжать за медицинскими услугами в центр города. Новый филиал поликлиники номер один рассчитан на 80 посещений в смену. Здесь работает ЭКГ, процедурный кабинет, ведут прием узкие специалисты. Что касается санитарного порядка и обустройства общественных территорий, здесь еще есть к чему стремиться. Анатолий Пахомов дал районным властям поручение до 1 мая склоны над дорогами очистить, заборы покрасить, остановки общественного транспорта привести в порядок. Отдельный пункт, требующий особого внимания – ремонт лестничных пролетов между улицами. Дороги здесь узкие, лестничные пролеты выполняют роль тротуаров. Они были построены еще в советские времена и с тех пор не ремонтировались. Глава города распорядился не только привести их в порядок, но и оборудовать уличное освещение. К слову, с сегодняшнего дня обходы районов проходят в новом формате. По поручению Анатолия Пахомова в маршрут включены адреса ветеранов войны, тружеников тыла, заслуженных сочинцев преклонного возраста. Во время обхода Светланы мэр побывал в гостях у Таисии Гусаровой, ветерана труда, которая в годы войны служила санитаркой в полевом госпитале. А после более 25 лет отработала лаборантом-рентгенологом. Таисия Георгиевна сегодня в свои 92 года старается вести активный образ жизни, интересуется новостями и пишет стихи. Анатолий Пахомов поручил администрации района организовать косметический ремонт в квартире, заменить окна, обновить санузел, переложить плитку на кухне и поклеить новые обои. Двадцать лет не делала здесь ремонта. Двадцать лет. В домах, в квартирах, честно говоря, должны сами... Я понимаю, я понимаю. Но у меня не было возможности. У нас возможности нет. Поэтому мы и приняли решение. В Дню Победы обязательно, чтобы все наши участники Великой Отечественной войны жили в лучших условиях. Глава города пообещал, что обязательно снова зайдёт к Таисии Георгиевне уже во время следующего обхода, когда ремонт в её квартире будет завершён.